Получил травму. Балхашей из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома выпал годовал ребенок. В рамках проекта в многопрофильной больнице города продолжаются работы по модернизации. Балхашская молодежь сможет овладеть техникой публичных выступлений и стать участниками регионального дебатного турнира. В Карагандинской области реализуется проект по развитию дебатного движения среди молодежи. Его цель – развитие ораторского мастерства среди молодежи, формирование критического мышления и умение четко выражать свои мысли. В сентябре в Караганде для участников проведут обучающие курсы, после чего в ноябре можно будет принять участие в региональном дебатном турнире. Его призовой фонд составляет 800 тысяч тенге. Для получения дополнительной информации можно связаться по номеру телефона на экране. В этом проекте могут участвовать граждане в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках этого проекта мы планируем обучающие курсы после сентября. Будет три курса. Будут проводиться тренинги по форматам АПФ, БПФ и ЛД. Молодежь, принявшая участие в этом курсе, сможет принять участие в нашем региональном турнире в ноябре. Общий призовой фонд турнира составит 800 тысяч тенге. В общем, все эти проекты стартуют только после сентября. Ведь после того, как студенты возвращаются из каникул и включаются в учебный процесс, мы начинаем приглашать их на такие мероприятия. Участвовать могут не только студенты высших учебных заведений, но и студенты колледжей. С 29 по 30 июля в Казахстане пройдет республиканская акция «Остановим торговлю людьми вместе». Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. В этой связи первый заместитель начальника отдела полиции Балхаша Иргаза Артыкпаев проведет профилактическую беседу с населением. Ее цель – рассказать о признаках, которые указывают на факты торговли людьми, методах воздействия, используемых преступниками, а также о том, как не стать жертвой. Встреча пройдет во фронт-офисе по улице Бокиханова, 22, в 11.00. Принять участие в ней могут все желающие, особенно те, кто считает, что работодатель ущемляет их права, в частности, в отрасли сельского хозяйства. Торговля людьми является грубым нарушением прав человека и считается опасным преступлением по международному праву. По оценкам специалистов, в руках работорговцев находится около 2,5 миллионов человек по всему миру. В ходе акции мы оказываем правовую помощь населению, в связи с этим приглашаем жителей и гостей города. В многопрофильной больнице Балхаша продолжаются работы по модернизации и переводу в статус межрайонные. Планируется привлечь 22 врача и приобрести более 100 единиц медицинской техники. В настоящее время ведется капитальный ремонт операционной, лаборатории, утепление фасада здания и обновляются инженерные коммуникации. Модернизация больницы ведется в рамках проекта «Здоровая нация». Данная программа охватывает районные больницы и позволяет их обеспечить современным медицинским оборудованием. Цель проекта – повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельского населения, близлежащих к городу населенных пунктов при инфарктах, инсультах, травмах, природах с соблюдением принципа «золотого часа». Капитальный ремонт в операционном блоке и централизованной медицинской лаборатории не производился в течение 20 лет. Отделка медицинских помещений, особенно оперблоков, требует особого подхода, так как это сложные медицинские системы. Используются специализированные отделочные материалы, соответствующие современным мировым стандартам. Фасад здания облицовывается фиброцементными панелями, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы. Операционный блок находится на шестом этаже. В нем находятся пять операционных залов. Там очень долгое время не проводился ремонт. Также в лаборатории требовались сложные ремонтные работы. Вместе с тем производится замена облицовочного материала фасада, так как зимой в больнице очень холодно, а новый материал позволяет сохранить тепло в здании. Следующий этап – это строительство пристройки для создания центра через кожного коронарного вмешательства, где на первом этаже здания будет размещена операционная сангеографическая установка – новые помещения приемного покоя Патриарш-системе. Готовим проект на сметную документацию. Отправили на государственную экспертизу. Согласно проекту, планируется строительство здания около 700 квадратных метров. Если в скором времени все документы будут готовы и сметные документации пройдут государственную экспертизу, возможно, в конце этого года, либо в начале следующего, планируем строительные работы. В больницу в общей сложности планируется привлечь 22 врача и приобрести более 100 единиц медицинской техники. Это ангиограф, аппараты КТ-МРТ, реанимационное, диагностическое, хирургическое, лабораторное, видеоинформационное оборудование и другое. Как вы знаете, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру очень высокая. Поэтому в нейроинсультное отделение мы закупили 20 современных функциональных кроватей. Также приобретено нейрохирургическое оборудование. Так как в Балхаши развита промышленность, случаются разные ситуации. Люди получают различные травмы. Поэтому в отделении травматологии закуплено много необходимых инструментов и аппарат под названием С-ДУГА. Это цифровой передвижной аппарат для выполнения рентгенографического исследования, разработанный специально для использования в операционных условиях. Общая стоимость ремонтных работ составляет 452 миллиона тенге. Они завершены на 70%. Также с начала года за счет спонсорских средств корпоративного фонда «Конрад», благотворительного фонда «Айала» и «Халхбанк» было приобретено три современных оборудования. Хочется отметить, для отделения гинекологии, благодаря спонсорской поддержке корпоративного фонда «Конрад», приобретен эндовидеогистероскопический аппарат для малоинвазивного эндоскопического лечения заболеваний женских половых органов. С помощью него за три месяца уже сделано более 150 операций с благоприятным исходом. До приобретения этого оборудования многие пациентки, которым требовались эти операции, могли получить помощь только в больших городах, в областных центрах. Также в ближайшем будущем планируем расширить количество проводимых операций. Наши врачи приехали с обучения за границей. Уделяем особое внимание отделению хирургии, ангиохирургии, проктологии. Больница расширяет разновидность лабораторных исследований и количество оказываемых услуг. На сегодняшний день приобретено оборудование на сумму 500 миллионов тенге. Это вертикализаторы, операционные столы, оборудование, которое помогает восстановиться после операции, аппараты энцефалографии, УЗИ, реабилитационные и многое другое. Все приобретенные аппараты современные. Есть и специалисты, которые умеют с ними работать. Конечно, есть сложность с вопросом кадров. Это проблема не только Балхаша, но и многих городов и районов Казахстана. Однако мы не сидим, сложа руки и занимаемся обучением своих врачей. Например, с начала этого года прибыли 6 врачей. Сейчас ожидаем приезд еще трех. Это два неонатолога и один травматолог. За счет нашего бюджета в этом году начнем обучение кардиохирурга и ангиохирурга. 167 новых фонарей за Дворцом культуры имени Хамзина будут радовать жителей и гостей города. Там уже ведутся работы по установке столбов освещения. Их здесь не было много лет. Старые фонари давно вышли из строя. Теперь на их месте появятся современные светодиодные. На эти работы было выделено 128 миллионов тенге. Работы выполняет ТО «Градстройсервис». На сегодняшний день ведется рытье траншеи, прокладка кабеля. Работы выполнены на 90%. А завершить их планируется к началу августа. Контроль над проектом ведет технадзор ТО «Мустау» и КГП «Балхашэнерго». Из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома выпал годовалый ребенок. Несчастный случай произошел в шестом микрорайоне Балхаша. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Стоит отметить, что это пятый случай выпадения ребенка с начала года. Вчера поступил ребенок, 2022 года рождения, с клиникой черепно-мозговой травмой. На уровне приемного покоя был осмотрен травматологом, нейрохирургом. Проведены рентген, УЗИ, КТ-обследование. Госпитализирован в отделении поля травмы. На данный момент состояние ребенка стабильное. Лечение получает. Готовим к выписке. ТО «Миллиоратор», которое производило работы по замене трупов в Балхаше, а затем не восстановило дорогу, оштрафовано. В Балхаше проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Жол Сапаса». На этот раз цель правоохранительных органов – наложить соответствующее административное взыскание на подрядчиков, которые не довели дело до конца и не привели в соответствие требованиям городские дороги. В ходе ОПМ был наложен штраф в размере 86 250 тенге на подрядную организацию «Миллиоратор», заменившую в прошлом году водопровод питьевого водоснабжения по улице Абугалиева. Стоит отметить, что оперативно-профилактическое мероприятие проходит с 26 июля по 8 августа. «ТО «Миллиоратор»» был составлен административный протокол по ст. 631, ч. 1. Имеются дорожные дефекты, а именно не производится обеспыливание, камни, неровности, колейности. Тем самым был составлен административный штраф в размере 15 мрп. Выдано предписание для устранения недостатков. ОПМ будет продолжаться до 8 августа. Будем дополнительно проверять, где производится работ на дорогах, выявлять недостатков, обследовать полностью уличную дорогу в селе города Бахаш.